Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Мне настолько нравится картинка, так круто смотрится. Я вроде как обычно поставила свет, ничего необычного, но почему-то мне очень нравится, как получается картинка. Итак, сегодня у нас с вами мидии заказала. Немножко они странные, какие-то маленькие. Здесь у нас грузинские хинкали, соус для грузинских хинкалей. Обязательно оставлю вам в описании рецепт. Обязательно готовьте. Уверена, что вы зацените. И начать я хочу с мидий. Выглядят они очень аппетитно, конечно. Но размер тут значительно меньше. Ммм, как много сыра. Не просто какой-то соус, а реально сыр. Супер, просто супер. Соскучилась я по мидиям. Цена была ниже, чем везде. И заказала, увидела, что они какие-то маленькие. Вот такие. Вкуснотища. Многие переживали в комментариях, что так как я снимаю неделю влогов, неделя не будет мукбангов. Но нет. Мукбанги обязательно будут. Не обещаю каждый день. Но через день точно. Тем более с этим освещением я прям даже вечером могу снимать. А у меня всегда аппетит разыгрывается вечером. То есть утром мне не так сильно хочется кушать, как вечером. Еще плюс я хочу чуток набрать. Килограммы, наверное, 3. Если не 4. А то я совсем плоская, как доска. Мне нравятся худые девушки. Иногда смотришь на девушку, у нее худые ноги. Классная попа, грудь, все на месте. И когда я худею, я просто превращаюсь в доску. Извиняюсь за выражение. Поэтому я, пожалуй, наберу. Соскучилась. С завтрашнего дня будем заниматься интенсивно поисками машины. Уж очень хочется купить автомобиль до моего дня рождения. Варианты обязательно буду показывать вам. Вот как есть. Если даже не получится, не договоримся по цене, я все равно буду вам рассказывать. Все равно влоги снимаю. И, наверное, во влогах буду об этом говорить. Я не знаю, что это за соус, но это невероятно просто вкусно. Очень вкусно. Еще вот этот чесночный привкус. Я без брата уже отобрала 7 вариантов машин, которые меня устраивают. Естественно, там салон меня не устраивает, но так внешне машина нормально. Год там, пробега и все дела. Но надо, чтобы туда звонил мой брат. Я как бы стесняюсь звонить, если честно. И плюс еще не хочу, чтобы у всех оставался мой номер. Поэтому лучше будет звонить брат. Сейчас сниму мукбанг. Пойду смотреть, где можно отметить день рождения. Вы знаете, я всегда все оставляю на последний день. И это ужасная привычка. У меня день рождения, он в воскресенье. Возможно, все заведения будут заняты. Поэтому я думаю, лучше перестраховаться. Уже сейчас зарезервировать. Возможно, даже буду в том же заведении, где отмечали день рождения моего племянника. Помните, я вам даже влог снимала. Там и караоке есть, и еда очень вкусная. Надо посмотреть другие их кабинеты, как они выглядят. Хотелось бы, конечно, другой какой-то дизайн. Грузинский. Ой, как я их обожаю. Мне в комментариях научили, что этот сок надо обязательно выпивать. Раньше он у меня просто лился. Если вы тоже кушаете, то вам тоже приятного аппетита. У меня такое состояние, вот хочется внезапной какой-то радости. Не знаю конкретно, чего я хочу, но хочется вот, чтобы прям резко стало на душе прям так хорошо. Супер. Супер. У меня на самом деле есть много видео старых. Я их снимала, когда думала, что приедет моя дверная сестра Диана. Я думала, что мы с ней будем проводить время вместе, и мне будет не до мукбанков. А сейчас я смотрю эти видео. Я понимаю, что они мне не нравятся. Мне почему-то хочется их удалить. Напишите в комментариях. Какие-то они безжизненные. Там 4 видео, и мне хочется эти 4 видео удалить. Там ничего интересного. Единственное, одно видео там стол хороший. Ну а так, в общем, не особо такие крутые видео. Поэтому я задумываюсь о том, чтобы просто взять и удалить эти материалы. Выкладывать надо то, что тебе нравится, чтобы я сама стала смотреть. Мы видим, в духовке испекли их. Видим. Так что вот такие вот дела. Сейчас читала комментарии под последним влогом. И там она, девушка, пишет. Почему инструктор по вождению не говорит по-русски? Ведь страна бывшая СССРовская и не может быть такого, что инструктор не знает по-русски. И с таким наездом пишет. Это что, у вас принцип такой против русских и так далее. Во-первых, ей всего 33 года. Начнем с этого. Во-вторых, инструктор, она понимает по-русски, но она не может грамотно выразить свою мысль на русском. Поэтому она предпочла говорить на азербайджанском. И вообще, я открою вам тайну, у нас здесь, наверное, процентов 70 сейчас молодежи не говорит по-русски. В школе проходят английский. Во дворе говорят на азербайджанском, дома говорят на азербайджанском. Естественно, не знают. Почему вы сразу с такой агрессией? Не понимаете таких людей? Человек не знает. Возможно, вы тоже английский не знаете. Хотя это мировой язык. Вы в первый раз видите человека. Зачем с такой агрессией? Зачем с таким негативом? Не понимаю. Даже не задумываются о том, что человек тоже может почитать комментарий. Ладно, меня оскорбляют. Как-то меня не сильно обижают. Конечно, есть темы, которые меня обижают, когда мне пишут, что вот, ты никогда не найдешь свою вторую половинку, ты так и останешься одна. Кому ты нужна? Вот такие вещи, когда пишут, конечно, неприятно. Есть моменты, которые меня задевают. Естественно, все мы живые люди. Это абсолютно нормально. Но вот люди, которые меня окружают, они не привыкли к критике. Они не привыкли к негативу извне. Мой инструктор, она очень приятная, очень милая девушка. Поэтому я очень часто, кстати, людей вокруг не снимаю. Даже, например, иду на день рождения, стараюсь как бы людей вокруг не сильно снимать. Потому что все мы люди и все воспринимаем критику по-разному. У меня даже с подружкой были недопонимания из-за комментариев. И я, с одной стороны, ее тоже понимаю. То есть она не привыкла к таким словам в свой адрес. Когда я впервые увидела негативные комментарии на своем канале, честно вам могу сказать, я лежала на кровати, я просто так резко встала, и мне так неприятно стало. У меня было такое ощущение, как будто просто ведро горячей воды просто вылили мне на голову. Я побежала отвечать сразу, оправдываться перед подписчицей, что она совсем не так все поняла. А потом я поняла, что людям не угодишь. Вот люди говорят, расскажи там про расставание и так далее. Ты расскажешь, например, снимешь видео, расскажешь в подробностях, тебе скажут, вот, вылила всю грязь, да как это все некрасиво, да это все ради хайпа. Если ты это сделаешь, будут такие комментарии. Если ты просто будешь молчать, все будут писать, ты не уважаешь свою аудиторию, почему ты не рассказываешь и так далее. Расскажешь без подробностей, скажут, вот, сняла видео, такое название, никаких подробностей. Поэтому я поняла в своей жизни одну вещь, что есть люди, которые вечно недоволены. И вот я вам желаю держаться подальше от таких людей, от негативных людей и окружать себя только позитивными, классными людьми. Я все поела, честно, было нереально вкусно, но было мало, я не наелась, я осталась голодная. Всех люблю, с вами была Айка, пока!